привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников на днях мы выложили на своем канале ролик о парадоксе пожарного ствола в котором я утверждал и доказывал что пожарный который держит в руках пожарный ствол не испытывает отдачи когда струя вылетает из ствола реактивная сила при этом отсутствует а реакция реальная происходит где-то там в насосе который нагнетает воду ну или если конечно вот здесь имеется перегнутый шланг который вот так рукой изображу и по нему течет вода вот так а потом вот так то вот здесь есть сила которая действует вверх вот здесь есть сила которая действует вниз на изгибе и шланг конечно начинает вот так болтать но реакции ну собственно вот такой какая бывает при стрельбе из ружья дыщ при выбрасывании воды из пожарного ствола не наблюдается и уйма людей написала что я не прав что никогда пожарного ствола в руках не держал что я такой как бы вот теоретик не знающий жизни ну и можно было на этом месте конечно поставить точку но там в комментариях один человек с канала силовая электроника кстати очень классный канал я заглянул и вам его рекомендую придумал мысленный эксперимент который ну как он считает и как я считаю всецело доказывает мою правоту а эксперимент выглядит так вот допустим у нас есть пожарный ствол и мы на него так телескопически еще надеваем вот такую трубу ну и спрашивается и что когда вода вылетает из этой трубы вот здесь где-то на срезе возникает реактивная сила которая трубу назад заталкивает да нет конечно если есть какое-то трение то эту трубу скорее будет водой срывать а если здесь еще и сужение поставить то возникшие как бы вот давление которое давит стенки этого сужения точно ее сорвет но никакой вот такой реактивной силы которая этот телескопическую вот эту трубу надвигала бы назад но очевидно что не будет и я считаю что вот такой мысленный эксперимент он ставит просто все точки над и в этом вопросе и все это напомнило мне мою любимую историю про галилея и свободное падение тел до галилея две тысячи лет все люди придерживались теории аристотеля которая говорила что тяжелые тела падают на землю быстрее чем легкие ну и даже если одно тело тяжелее другого в 10 раз то она в 10 раз быстрее упадет и всем это казалось очевидным но правда ведь опыт вот у нас там бумажка падает медленно не знаю там кусочек лист дерева так сказать гиря падает быстро хотя вообще то вот у меня 100 граммовая гирька медная и вот 10 граммовая алюминиевая я их отпускаю и вижу что они падают практически одновременно но у людей в голове была теория аристотеля и они знали что аристотель прав и галилей понимал что вот таких опытов хотя вроде они абсолютно убедительны недостаточно для убеждения и он придумал мысленный эксперимент но он этот эксперимент в разных формах рассказывается я сейчас такую форму предложу ну вот мы берем 200 граммовые гирьки два одинаковых тела и связываем их ниточкой на палочку надел у меня получилось 200 граммовое тело ясно что она падает в точности как падали порознь эти два 100 граммовых значит тело в два раза большей массы говорим мы сегодня падает также как тело единичной массы и это для этого не надо бросать тела для этого достаточно себе представить ситуацию и становится понятным что это так и иначе быть не может ну а как же тогда дела обстоят там с листиком который падает медленно и тут галилей говорит по природе своей все тела падают одинаково но из-за сопротивления воздуха эта природа как бы претерпевает ну как бы нарушается или как сказать иначе сопротивление воздуха мешает проявиться этой природе сполна ну и вот понимая что все тела падают одинаково мы теперь можем понять это как на них влияет сопротивление воздуха ну и вот это конечный вывод в этом смысле вот этот опыт с трубой для меня тоже является чем-то таким вроде мысленного опыта галилея мы понимаем что эту штуку вылетающая вода никоим образом не надвинет назад разве что стянет из-за вязкого трения стенки ну и это должно нас окончательно убедить и пожарный который будет вот здесь держаться его не отбросит назад но если шланг будет изогнут то эти вот изгибы и движение воды по изгибам начнет шланг раскачивать в этом смысле простая апелляция к опыту пожарных отбрасывает не отбрасывает пожарных конечно пожарному трудно держать но когда держать трудно трудно и проанализировать что происходит но на своих собственных ощущениях а мысль приводит к нас к пониманию того где возникает реактивная сила а где вот здесь на конце на срезе его вовсе даже нет и спасибо вам большое за внимание